ГУЧИ Это вот такая мини-коробочка, такая сумочка для... ВАУ! БИТКОИН! Всем привет, меня зовут Виддив, и сегодня у нас поистине необычный обзор, потому что предыдущий набор iPhone X набрал дофигища лайков, соответственно, продолжение должно было быть. И сегодня у нас необычная такая квадратная белая нежная коробочка. Блин, слушайте, это офигительный подарок для девушки или для парня. Это не реклама, ни в коем случае понять не имею, где купить коробки, но суть в том, что это действительно класс. Это вот такая квадратная коробочка со всякими ништячками от одного из самых популярных брендов во всём мире. Это ЭППЛ БОКС! Back to the Future! Причём, смотрите, здесь три логотипа, каким был изначально, каким был в рассветном 80-е и нынешнее время. И если ты хочешь такую же коробочку, то смотри это видео внимательнее, ведь в этом видео где-то спрятана пасхалочка. Тот, кто первый напишет на какой минуте, что это за пасхалочка, получит эту коробку. Обязательно разыграем её в августе, поэтому мы начнём. ЭППЛ БОКС! И ставь лайк, если у тебя айфон или андроид. И ставь дизлайк, если у тебя вообще нет телефона, и ты бича боссаный. И первым делом я хочу начать всё-таки с того человека, без которого ЭПЛа вообще не было. Это, естественно, это Стив Джобс. Это вот такая мини-постер, его бы вставить в рамочку, куда-нибудь поедешь вовсе или в себя в комнате. Стив Джобс! Это, кажется, на презентации 2001 года, когда он презентовал первый айпод. До этого все песни слушали только на аудиокассетах, а тут хуп, вуаля, полторы тысячи песен в маленькой такой коробочке. Да люди тогда охренели от такого увиденного. Начать я хотел с каких-нибудь прихолюх, типа вот хлеба. Вы спросите такие, чё, чё за хлеб? Он пахнет даже хлебом. Ну, не то, что такие какими-то там с сэндвичами, с рыбой, но это очень здорово и круто. И он такой приятный ночью. Вы спросите, чё это за хрень? А я скажу, что это подставка для айфона. Причём для всяких визиток и так далее. И в то же время это антистресс. Я вот обожаю такие штуки, блин, они прикольные. Не всегда они бывают такие стильные. Ну, часто бескусится. Ну, вот это офигенно, это стильно. Это, это свэк, это американский свэк. Хлебушек. Далее идёт у нас тоже охренительная вещь для игроманов. Это, блин, это офигительно. Это вот такие специальные подставочки, чтобы из обычного телефона, из обычного айфона сделать джойстик. Такие штучечки, они создают эффект джойстика. Блин, это офигенно. Тут, видите, идёт такие присосочки специальные. И в то же время он легко может подниматься. Ну, вот сейчас продемонстрирую вам. Вуаля! Вот, видите, даже я там отражаюсь. Такой джойстик. И тут также можно приподнять его, чтобы поменять какую-нибудь игру. Реально приставка. У нас идут сами наушники для айфона. Это вот такие наушники классические. Да, они проводные, но всё равно. Если у вас айфон 5, если у вас айфон там какой ещё, 6. Кстати, наушники от айфона меньше ломаются, чем от андроида. Это вот почему-то все говорят. Не знаю, у кого айфон, у кого андроид. А у кого было и то, и то, обязательно напишите в комментариях, правда ли это или нет. Ну, хотя вот беспроводные наушники, если честно, это какая-то херня, как по мне. Потому что один потерялся, и что хоть делать, блин? Ходить тупо со вторым, это так неудобно. Поэтому, не, я за классику. Я за старые наушники, за 50 рублей за шана. Айфонушка. Ну, куда же без хайповости. У нас идёт для пятого айфона чехол Гуччи. Со стразами, господи, везде Гуччи. Даже в Apple Гуччи. Везде, в мусс. Просто повсюду Гуччера популяризировали. Так этот бренд ужасно. У нас все по городу впали, гоняют в этом. Это офигенно. Гуччи Гэнг. Причём, смотрите, какие стразы. Она всё блестит. Это Гуччи. Для пятого айфона. Так, подождите. Гуччи. Следующая остановочка у нас идёт. Вот это ушко, или как оно называется, всё время забываю. Вот это, знаете, подставочка. Под телефон. Так, опять мой айфон. Какую роль она вообще играет? Или это типа просто, чтобы элегантно так красиво смотрелось, удобнее? Колечко какое-то. С официальным логотипом Эппл. Причём, заметьте, с официальным логотипом Эппл. Блин, слушайте, после второй коробки у меня прям захотелось айфон. Я ему делаю рекламу. Господи, я им делаю рекламу. Я делаю рекламу Эппл. Ребят, я вас умоляю. Если бы я делал рекламу Эппл, я бы так зазвездился. А вот такой чехол я никогда ещё не видел. Конечно, больше девчачья. Смотрите, уси-пуси-пуси, это Окси. Нет, это не Окси, это какая-то другая китайская кошка. Вау. Блин, я пацан, но, блин, почему это по-девчачьей, почему это мне нравится? Это офигенно. О, смотрите, тут ещё даже стразы какие-то идут. Правда, не знаю, как-то удобно с этими бомбончиками будет ходить. Тоже для пятого айфона. Если у кого-то у вас, у девушки пятый айфон, вот это офигительный подарок. Правда, не дай бог с таким в грязь куда-нибудь упасть или под ливень попасть. Да, тут, конечно, ничего не останется. Только вот это, мне кажется, лишнее. Как-то вот берёшь в руку, не очень удобно. Вот эти два, ну, как-то болтаются ушки, ладно. Вот это я не понимаю, чё это. Вот такие штуки. Я сначала подумал, это чё это за хрень, какие-то шпицы. Но это, как сказала одна моя знакомая, это бампер. Это бампер для айфонов. Слушайте, вот классная вещь, меняй хоть каждый день, прикиньте, да? Прям такая золотистая от Гучи. Нет, не от Гучи, да? Ну, это ладно. Смотри, чтобы телефон не корябался. Потому что известно, что пятая модель, вообще SE, они очень падки вот на вот эти углы. Тут всё предусмотрено китайцам. Китайцы предусмотрели всё лучше, чем сами американцы. Вот такой фиолетовенький бампер. Как-то смешно звучит бампер. Красный бампер. Кстати, отличная тема для чёрного айфона. Потому что сейчас же популярные красные айфоны. Всё классно, да. Всё отлично, всё отлично, да. Подзарядочка для телефонов. Слушайте, блин, это вообще самая офигенная модель, которую я видел. Да, да, кстати, вот я вам советую. У меня нет айфона, но просто у меня их знакомых есть, я поэтому знаю, а я часто интересуюсь. Вот оно. Да, это очень хорошая модель, тут достаточно мощная зарядка. Поэтому, если вы такую найдёте на Алиэкспрессе или в магазине или где-то, обязательно возьмите. Это не рекламу им делу. Чё бы... Так, всё, не берите. Вообще, знаете, так тяжело вот отличить рекламу от не рекламы. Ладно, не берите. Говно полное зарядкой. Вообще отстой полный. Не, ну, на самом деле, хорошее. А, нет, я ошибался, ребят. Тут так же идут чехлы вообще на все модели. Вообще, вот на кого рассчитана эта коробка? На тех, у кого есть вся линейка айфонов. У папы там айфон икс, у мамы айфон восемь, у сестры айфон семь, а у младшего брата айфон четыре, потому что он лоха боссаный. Да, вот такой чехол на айфон десять, Луи Виттон, тоже такое идеальное покрытие. Блин, чехлы хоть каждый день меняй. Луи Виттон, как пел Егор Крит в своей песне. Луи Вит... Не, у него нет, было такой песни. То есть, это не просто рисунок, это ещё идёт внутри гравировочка. Я не знаю, тут даже не видно, видно, зато меня. Здорово! Привет! Вот такой чехол я не ожидал. Это вообще прям, знаете, цыганская такая модель. Золотая модель, золотая, со стразами. На самом деле, это супер выпендрёжно, потому что тут не только камера, тут ещё, мол, смотрите, дырочки, чтобы показать логотип Apple. Но это выпендрёжество, конечно, да. Хотя смотрится довольно-таки красиво сразу. Может, там для девчонки каких-нибудь, там, не знаю, старшеклассниц это пойдёт. Подобный же чехол, так он уже красненький, с чёрным. Слушайте, а мне вот этот больше нравится, красненький. Как-то этот сильно такой, прям золотистый, цыганская версия. А вот это прям элегантно, такой красный. Причём для красного айфона, мне кажется, это вообще идеальное сочетание будет. Вот, короче, такой не берите, такой берите, если дойдёте. Если не найдёте, ну, ваши проблемы, ребята. Я-то чё сделаю, у меня даже айфона не... Далее у нас тут вот такой целый комплект ремешочков. Блин, слушайте, это очень огромное количество. Реально рассчитано не на один айфон, а на несколько. Это просто золотистый. Это вот как раз к этому айфончику, к этому чехольчику, то есть взять и присобачить. Крокодилья золотая кожа золотого крокодила. Золотые крокодилы разве бывают вообще? Золотая. А тут у нас идёт классический стандартный Луи Виттон. Кстати, это не дешёвая вещь, просто я сейчас покажу, сколько это стоит на официальном сайте Луи Виттона. Посмотрели? Короче, вот такая версия офигенная. Тоже это как штука, но только как он получается, ремешочек этот при... А вот это, то есть три айфона и три к нему штуки идёт. То есть золотистый, вот от Луи Виттона официальная. И вот такая последняя, это смесь Луи Виттона и Суприм. Это как раз то, что вот любят блэкстаровцы, особенно эти Егор Крид, судя там Киркоров, Ян Рудковский. А это уже, наверное, идёт к этой модели. Луи Виттон Суприм. Блин, это вообще, это круто. Давайте я проведу донат и вы мне скинетесь на айфончик, хотя бы на четвёртый версии. Даже чехлов на четвёртый не продают. Но я повторяю, если вы хотите такую коробочку со всеми этими нишечками, смотрите внимательно этот видосик. Кое-где здесь спрятано пасхалочка. Вот такая подарочная херня с бантиком. Блин, а почему она с бантиком? Так, как же мне тяжело, потому что у меня никогда не было айфона. Это, походу, беспроводная магнитная зарядка. Беспроводная магнитная зарядка Еще прям знаете, как шланг Такой железно-оловянный Какая маленькая штучка заряжает Вот это технологии То есть она вот, она подсоединяется и вот она идет Кот, конечно, точно не растерзает Мажетик кабель Во, кстати, тоже офигенная вещь Чтобы никогда не путались наушники Это вот такая мини-коробочка Такая сумочка для Вау, биткоин А сколько стоит сейчас биткоин? 19 тысяч долларов Нифига себе вот это сюрприз Я только хотел похвалить, что типа крутой ништячок А тут еще и биткоин Это вот такая сумочка, смотрите Тут не просто можно наушники положить Но можно сюда положить флешку дополнительно И вот так в карман Потому что в кармане часто путаются А здесь будут не путаться Входит топ-3, наверное, самых лучших наборов Которые я видел прям, ребят, вот отвечаю А их уже было больше сотни Вау Настоящий биткоин Да нет, на самом деле, конечно, это не настоящий ни хера биткоин Но все равно это очень круто, что есть это Вот iPhone, что Apple стремится за тенденциями Разбирается в криптовалюте И вот такие ништяшки подкладывают Я его вот сюда положу, этот биткоин И будет он у меня храниться здесь Ну и сумочка тоже классная Далее у нас идет еще одни запасные наушники Блин, это просто офигенно Потому что одних никогда не достаточно Magic Month Это такие наушники для айфона Celebrate Знаете, в чем она заключается? В том, что басы Басы, вот прям реально Тыкаешь эти наушники себе в жопу В смысле в ухе И вот они прям вот басы Как прям в машине Это просто офигенно, да Это просто... Дааа, вот они Стекло для айфона Смотрите, даже я отражаюсь Сюда сзади в ходе Tablas Agios Но опять же, у меня нет айфона Соответственно, стекло мне особо не нужно Но знаете, в чем прикол? В том, что здесь идет еще Три таких стекла разных для айфона Походу, для старой Это для более современной версии Это для старого айфона Радуга, вот такая какая-то Переливающая, перламутровая Блестящая Они открываются? Да, они открываются Потом идет какая-то радуга Опять же, или что это? Разноцветный сон пьяного маляра Это, конечно же, британский флаг Не знаю, как он связан с айфоном Но это тоже ништяк вообще В общем говоря, мне набор очень понравился Это реально набор, который ходит в топ-3 Наверное, лучших наборов Если вы не нашли пасхалку Ну, не знаю, можете пересмотреть видос Вам повезет лучше А у нас вот такой набор Айфон Эйкс Это, блин, это офигенно Эппл Офигенная все равно компания Как бы к ней кто не относился К айфону все равно Самое главное У них есть стиль И это очень круто За это я ценю В наборе дохреничней шриков Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайк Обязательно поделитесь этим видео с друзьями Если вы поделитесь этим видео с друзьями Ваше лето пройдет офигенно Даже несмотря на то, что половина лета прошла Пау! Ну, да, все!